Владимир Евгеньевич работает уже по времени два года, поэтому настало время, что называется, сверить часы и обсудить те проблемы, которые сегодня, возможно, в городе есть. Но прежде всего хотелось бы услышать, как развиваются инвестиционные проекты, которые не просто обозначены, а уже многие начаты в городе. И прежде всего, что у нас с бельмом на глазу, это Газпромовский объект. Какова там ситуация, если движения по-прежнему нет, хотя, как мне говорят, они платят бешеные штрафные санкции, но дело не в санкциях, а дело в том, что не может быть в центре Минска на главном проспекте за забором стоять непонятно что. Накануне встречи с президентом России я хотел бы знать, что там у нас происходит. Я уже ему напоминал как-то, обозначал этот вопрос на уровне президентов. Он тогда очень жестко отреагировал, но, видимо, Газпром это не услышал. Поэтому, если они не хотят на этой площадке работать, должен быть четкий ответ – да или нет. Второй – это, по-моему, иранский у нас на выезде из Минска. Кейсон? Кейсон. Но это вообще уже вопрос с бородой. И вот подобные проекты. На проспекте Победители у нас, правда, построено, аккуратно стоит, с китайцами строили. С этим объектом что мы будем делать? Словом, надо принять решение. Да, нет, до свидания. Обращаем в доход государства, как это мы делали по многим объектам, которые были недостроены или заморожены. Но позволять вот такой разбой средь Белодня в центре города мы не можем. Понятно, о чем идет речь. Это уже не первый разговор. Далее. Северный берег. Вы понимаете, что если бы этот объект строился, то, наверное, у нас бы даже строительных мощностей в Минске не хватило для того, чтобы его строить. Там мы должны темпы форсировать. Нам очень выгодный объект. Там несколько миллиардов долларов вложений. Десять. Десять миллиардов рублей. Ну, тогда мы считали, под четыре миллиарда долларов. Это, слушайте, это, ну, огромнейший проект. Это можно задействовать всех наших строителей аж на пятилетку. Дальше. Мы говорили о том, что Минск у нас отстает по здравоохранению. Так сложилось, что отставал по объектам, по медицинской помощи и так далее. Как обстоят дела сейчас и с основной вчерашней болезнью ковидом, как у нас здесь. Сколько процентов от максимума? Три. Три. Молодцы. Три процента. Это уже лучше даже, чем в некоторых регионах. А вообще Минск лидировал. Тоже неплохо. В общем, вот все, что связано со здравоохранением. Мы много говорили о совершенствовании местного самоуправления, и Минск должен быть в этом плане примером. Я хотел бы услышать ваши соображения в плане управления городом, скажем так. Как тут власть функционирует, что будет дальше. Естественно, мое требование по благоустройству. Минск – лицо страны. И на примере Минска мы должны показать регионам, как должен развиваться Минск. Миллионов, сколько вы там цветов высаживаете, как вы оккультуруете и благоустраиваете улицы, дворы. Но по два, по три участка – это не наши темпы. Надо озадачить всех. У нас девять руководителей администрации. И пусть организовывают людей, задействуют местное самоуправление, жилищно-коммунальное хозяйство и так далее. Но так, чтобы минчане гордились своим городом. Порядок и безопасность – еще один очень важный вопрос, вытекающий из последних лет. Мы должны уделять этому особое внимание. К сожалению, Минск оказался не на высоте в 2020 году, но в то же время это нам урок, в каком направлении надо действовать. Но, естественно, все вопросы решаются кадром. Что изменилось с вашим приходом в течение этих двух лет в кадровом отношении? Давайте будем откровенны, что в кадровом отношении патриотизм и надежности горесполком был не на первом месте. Что изменилось? Я предупреждал и вас, как уполномоченного по городу, вместе с министром внутренних дел и помощником. Кадры, кадры, кадры. Ошибок быть не должно. Я не толкаю вас к тому, чтобы мы, знаете, голову всем снимали тут, запихивали куда-то людей, обижали и так далее. Но если ты не готов и не должен работать в государственных органах власти, ты там быть не должен. Если ты хочешь стране и Минску принести пользу, милости просим. Ну и ряд других вопросов, которые хотели бы вы доложить мне сегодня, в том числе, есть ли у вас претензии какие-то к правительству, может быть, есть какие-то недоразумения. Хотя, Анталия Ивановна, вы должны были урегулировать эти вопросы как высшее должностное лицо. Контакт горы с полкома, правительства. Хотя, вроде бы, и город не обижаем. Но, возможно, есть какие-то проблемы. Уважаемый товарищ президент, основой всегда является экономика в городе, поэтому самое пристальное внимание ежедневное уделяется развитию экономики. По результатам работы за квартал из четырех показателей выполнены три. Было обеспечено рост, повышение совокупных доходов бюджета, это ключевой показатель на 128%. То есть, экономика сработала нормально, предприятия обеспечили выплату налогов и мы дополнительно получили... Это вы за какой период? За квартал. Заполнительно получили 162 миллиона рублей.